Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, ребята! Сегодня вы просмотрите видеоурок окружающего мира по программе Школы России 2-й класс. Тема – повторение из раздела путешествия. У всех хорошее настроение? Давайте начнем. А начнем мы с вами с загадки. На ноге стоит одной, крутит-вертит голову. Нам показывают страны, горы, реки, океаны. Догадались? Это глобус. Следующая загадка. Дорога есть, ехать нельзя. Земля есть, пахать нельзя. Луга есть, косить нельзя. В реках моря воды нет. Что же это такое? Карта. Третья загадка. И в тайге, и в океане он отыщет путь любой, умещается в кармане, а ведет нас за собой. Компас. Он с тобой и со мной шел лесными стежками, друг походная за спиной, на ремнях за стежками. Это рюкзак. Кто догадался, кому могут понадобиться эти предметы? Конечно, путешественнику или туристу. А в какой ситуации путешественнику могут понадобиться компас, карта и рюкзак? Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на уроке? Догадались? Молодцы! А путешествия. Правильно. Сегодня мы отправимся в увлекательные путешествия и обобщим знания по разделу путешествия. Это и будет наш цель урока. Ребята, а вы знаете, что первое кругосветное путешествие совершил мореплаватель Фернан Магеллан? Пять столетий назад экспедиция Магеллана на парусных кораблях отправилась от берегов Испании на запад. Три года корабли плыли, огибая сушу. На родину моряки вернулись с востока, тем самым доказав, что земля имеет форму шара. Следуя примеру Магеллана, и мы отправимся путешествия на корабле, начиная с запада. Мы приплыли на первую станцию. План и карта. Ваша задача – ответить на вопросы. Первый вопрос. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? Горизонт. Следующий вопрос. Как называется линия, которая ограничивает земную поверхность при взгляде? Линия горизонта. Как правильно назвать стороны горизонта? Между севером и востоком. Северо-восток. Как определить по карте стороны горизонта? Ориентирование. Если север наверху, то юг внизу. Если восток справа, то запад слева. Что значит ориентирование? Ориентирование называют определение своего местоположения относительно сторон горизонта. А мы отправляемся дальше. И следующая станция – земная поверхность. Необходимо выбрать верные высказывания. Перед вами шесть вопросов. Если вы согласны с данным высказыванием, хлопайте в ладоши. Первое. Очень неровные участки земной поверхности, которые сильно возвышаются над местностью. И это горы. Согласны? Молодцы! Хлопаем в ладоши. Второе. На равнинах встречаются возвышения. Хлопаем в ладоши. У горы и холма разные части. Неверный ответ. Ведь у горы и холма одинаковые части. Вспоминайте. Вершина, склон, подошва. Четвертый вопрос. Равнины, горы, холмы, овраги – это формы земной поверхности. Согласны? Хлопаем в ладоши. Пятый. Вершина – это место, где начинается гора. Неверный ответ. Место, где начинается гора, называется подошва. И последнее высказывание. Холмы имеют высоту более двухсот метров. Неверный ответ. Дети принесли фотографии для выставки «Красота гор». Какая фотография не подойдёт для этой выставки? А, В, В или Г? Верный ответ – В. Ведь на этой фотографии изображена равнина. Ребята узнавали природный объект по описанию. Кто его правильно назвал? Вася, Вова или Серёжа? Послушайте. Это естественный водоём. Он не имеет истока и устья. Его можно обойти кругом. Водная гладь удивительно красива. Кто же прав? Вася сказал, что это озеро, Вова – река, а Серёжа – море. Правильно. Вася догадался, что это озеро. Учительница попросила найти в шкафу политическую карту мира. Определите, кто принёс нужную карту. Даша или Никита? Даша принесла физическую карту, а Никита принёс политическую карту. Никита, верно. Продолжаем наше путешествие. И последняя станция – материки. Посмотрите на слайд. Давайте вспомним, какие материки мы знаем. Северная Америка. Южная Америка. Африка. Евразия. Австралия. Антарктида. Сколько материков? Шесть. Догадайтесь, о каком материке идёт речь? Материк, большую часть которого занимают две страны – США и Канада. Здесь самые большие деревья, большой каньон, Диснейленд, самые высокие дома в мире. Догадались? Это Северная Америка. Следующий материк, на котором самая длинная река в мире – Нил, египетские пирамиды, глубокие озёра, очень жаркая погода и крокодилы. Африка. Африка. Материк очень большой, делится на две части. На нём расположено более 40 стран, в том числе и наша страна. Евразия. Самый холодный материк на планете, покрытый вечными льдами, незаселённой людьми. Антарктида. Ребята получили такое задание. Показать на политической карте мира Россию, Канаду и Бразилию. С помощью карты проверьте, верно ли Катя выполнила задание. Это Канада. Она располагается на материке Северная Америка. Бразилия, в Южной Америке. И Россия, в Евразии. Катя верно нашла все страны. Наши путешествия подошли к концу. Сегодня на уроке мы обобщили знания в разделе путешествия. Вспомнили стороны горизонта, формы земной поверхности, путешествия к материкам и странам нашей планеты. На этом урок закончен. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!